Продолжение следует... Просто считаю, что нужно честно замечать объективные минусы и недостатки. Ой, их у континентальной хоккейной лиги довольно много. Вот, например, сел я в субботу посмотреть матч всех звезд. И понял, друзья, что данное мероприятие ни в коем случае не достойно такого громкого названия. Да, я понимаю, когда Линус Умар бьет горящей клюшкой, это круто, это красиво. Из таких моментов и должен состоять настоящий матч всех звезд. Но Линус-то, конечно, молодец, а что еще мы можем вспомнить об этом матче? Нет, серьезно, даже если, предположим, не брать саму игру. Эти несколько вялых и скучных конкурсов, смотря которые так и возникает желание сменить канал. Так что после того, как единственным запомнившимся моментом стала загоревшаяся клюшка, надежды остались только на сам матч. А вышел полный провал. Я просто хочу сказать, что счет 28-23 это не нормально. В этом нет абсолютно ничего веселого и интересного. Если вам нужно просто смотреть на голы, то поставьте пустые ворота, и пускай игроки звездных команд бьют по ним как хотят. Вам ведь это доставляет удовольствие. Вам ведь от этого весело, правда? Видимо, интерес в том, чтобы бить рекорды. Бить рекорды это круто, это показатель хорошего матча, хорошего мероприятия. 28-23, да вы просто сошли с ума. В прошлом году на матче всех звезд национальной хоккейной лиги тоже установили свой собственный рекорд. С 2001 года этим рекордом был счет 14-12. И вот 25 января 2015 года команда Тейвза обыграла команду Фолинио со счетом 17-12, поставив тем самым новый рекорд. И, друзья, это уже перебор. 17-12 уже перебор. Это уже показатель того, что люди играют от балды. Если вы думаете, что от количества голов матч становится интересным и красивым, то вы очень сильно ошибаетесь. Ну, либо ошибаюсь я, и тогда я вообще ничего не понимаю в сути хоккея. Ведь матч звезд это игра, в которой встречаются лучшие представители лиги. А лучшие представители лиги должны показывать лучший хоккей. А с каких пор лучший хоккей меряется количеством заброшенных шайб в матче? Я просто не улавливаю логики. То есть, если бы они сыграли со счетом 45-40, то это было бы еще интереснее для вас. Короче говоря, как итог. Несколько скучных конкурсов, на которых заснуть можно, честное слово. И матч, в котором залетает абсолютно все. В котором играют только нападающие. А задача отводить угрозу от своих ворот не стоит вообще. Это не матч всех звезд, это какая-то жалкая пародия на All Stars национальной хоккейной лиги. И мне такой хоккей уж точно не интересен. А во время матча звезд один из подписчиков еще написал мне с вопросом о том, будет ли у нас в континентальной хоккейной лиге когда-нибудь своя зимняя классика. И, боже мой, вы что серьезно? Какая зимняя классика с таким матчем всех звезд? Вы наверняка спросите, а что я предлагаю? Да ничего я не предлагаю, а тут предлагать-то нечего. Я знаю одно, при таком уровне матча всех звезд он точно никому не нужен. Ну то есть как никому? Он не нужен мне, он все равно будет нужен массовому зрителю. Но мне обидно, что люди идут на матч всех звезд смотреть не хоккей, а обниматься с мужиками в костюме бычков, пить пиво и смотреть как шайбы вкатываются в пустые ворота. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и любите хоккей как искусство. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok